Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. А я считаю, что волю этого народа надо ломать от колен. Приветствую вас, друзья, меня зовут Дима, вы на канале библейских пророчеств. Последнее время, добро пожаловать, началась новая неделя с очень плохой новостью, катастрофой, на этот раз в России. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли немножко глубже, посмотрели на эту проблему более пристальней, чётче. Хотел бы немножко зачитать новости и прокомментировать. И, конечно же, жду от вас тоже комментариев и вашего участия в том, что происходит. Конкретно мы сегодня говорим о том, что происходит в России, а именно в Орске, Тюмени, Оренбурге. Критическая ситуация в Орске. Город продолжает затапливать. Лежачих, что ли, везут? Или мёртвых? Нет, снаряжение. А? Снаряжение убито. А? Ещё, её, 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 направо, её, её. Право. Право. В Оренбургской области ЧП федерального характера. Из-за паводка ночью в пятницу прорвало дамбу. Вода начала стремительно прибывать. Основной удар пришёлся на город Орск. Затоплено более 6 тысяч домов. Эвакуировано более 2 тысяч человек. В том числе 689 детей в пунктах временного размещения. Половины населения, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧАЭС. Пик уровня воды прогнозирует 10 апреля. То есть у нас сегодня что? Восьмое. То есть ещё 2 дня будет подниматься вода после этой катастрофы. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения. Они думали, что это шутки какие-то. Вот они сидят, такие люди, вот сейчас в окнах. Что они будут есть? Более 6,8 тысяч жилых домов находятся подтопленными. То есть почти 7 тысяч домов находятся подтопленными в 39 регионах России. Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру в воскресенье вырос на 9 сантиметров. За медицинской помощью обратилось почти 100 человек. 99 человек. Но это на сегодняшний день пока. Точные данные, конечно же, будут обновляться. Тюмень и Оренбург уходят под воду после российского Орска. Дамбы в РФ не выдерживают потоков воды. Ну, друзья, я почему-то не удивляюсь, потому что есть такое понятие, как коллективная ответственность. Вы уж меня простите. Коллективная ответственность за войну России против Украины, которую развязал Путин и россияне. Ну, если вы в этом всем не участвуете, слава Богу. И как многие россияне радовались, когда взорвали дамбу в Украине. Вы помните, это не так давно было на Каховском водохранилище. Сколько там было погибших, сколько там было затопленных территорий. Можем вспомнить, можем посмотреть, как это было. И мы помним, что они говорили, чего желали. Верно? Там многие пропагандисты российские. И до сих пор желают, к сожалению. Генерировать медиа-идеи Украине, видимо, будет все сложнее. Потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество. В Днепре есть еще другие газ, с которыми, я думаю, стоит разобраться. То можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать. Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. А я считаю, что волю этого народа надо ломать от колен. Буду наверх собираться. В подъезде где-нибудь посижу. Если соседи дверь откроют, соседям пойду ко мне. В общем, ты-ты, я вообще не пойму, может, нам что-то не договаривают. Есть такой духовный закон. Закон сеяния и жатвы. Посеял зло, пожинай в 30, в 60 и в 100 крат. Его этот закон никто не отменял. А Бог, как известно, поругаем, не бывает. Что посеет человек, как написано, то и пожнет. Просто по окнам сегодня ночью эвакуировали всех людей. Били окна, через окна их выэвакуировали. Ну, короче, первый этаж затопленный. Там собака сидит на бревне. Написал, и не знаю. Им честненько. Ездит, но редко. Не знаю, мне кажется, всю ночь эвакуировали. В общем, вот так вот под моим окном, вот под моим балконом. В общем, короче, вот здесь наглядно. Вот сколько осталось для второго этажа. Я, наверное, через час буду наверх собираться. Я не радуюсь, друзья. Не думайте, что я радуюсь тому, что произойдет. Я просто констатирую факт. Я даже больше печалюсь. Я разочарован в россиянах, если так можно сказать. Которые до сих пор не могут остановить эту проклятую полномасштабную войну России против Украины. Не могут остановить этого таракана, который запугал всех до смерти. Помните всю эту сказку, да? Таракан, таракан, тараканище. Да еще многие с охотой сегодня за деньги, и не просто за деньги, а за большие деньги, готовы идти и убивать украинцев на украинской земле. По сей день. Больше двух лет прошло. С момента полномасштабной войны. А еще грядет новая, говорят, мобилизация в России. Большая. Это и весной. До лета будет. Не забываем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Как пела Алла Пугачева однажды, еще в советское время была такая пластинка, мне запомнилось. То ли еще будет ой-ой-ой. Вот это оно. По городу Орск, который пострадал первым, можно передвигаться только на лодках. РосСМИ сообщают, что эвакуировано уже более 600 тысяч местных. Субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... Сегодня я сделал небольшой военно-политический оттенок происходящего. И неспроста. Есть над чем задуматься. Случайности в этом мире не бывает. Я вижу здесь, лично я вижу здесь, прямую причинно-следственную связь. К сожалению. А вы? Пусть Господь вас хранит. Не участвуйте в этом злом предприятии, я имею в виду о войне России против Украины. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Как написано. Главное не молчите. Не прощаемся. Скоро увидимся вновь. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, дочь. Да, первая. Слушай, как раз прям под циферками вон, на воротах. Субтитры создавал DimaTorzok В подъезде где-нибудь посижу. Если соседи дверь откроют, к соседям пойду ко мне. В общем, ты-ты, я такая, я вообще не пойму, может, нам что-то не договаривают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok